Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, мы с вами на библейском портале экзегет, и мы с вами начинаем читать книгу Иудифи. Сегодня первая глава. Напоминаю, что эта книга не каноническая, и исследователи отмечают разницу с тем, что написано в книге, и тем, что было. И поэтому считают, что за именами людей, которые здесь упомянуты, скрываются другие люди, за событиями, которые здесь описаны, скрываются другие события, ну и за географическими местами скрываются другие географические места. Ну, давайте начнем читать, и сразу хотел бы предупредить, как мы будем читать. Мы не будем читать по стихам, надо читать все-таки по абзацам. Почему? Если вы откроете любую книгу художественную, ну и даже не художественную, то вы увидите, что текст не идет сплошь. Текст разбит на абзацы. И в абзаце находится какая-то мысль, которая начинается в начале абзаца и заканчивается в конце. Библия первоначально, конечно, не писалась с абзацами. Там была своя история написания, форма написания. Но в дальнейшем текст был разбит не только на главы и стихи, но на такие абзацы. И любой читатель, он выделяет, где начинается абзац и где он заканчивается. Поэтому лучше читать все-таки по абзацам, тогда текст становится более связным и более понятным. Ну давайте. 12-й год царствования Новохудоносора, царствовавши над ассирианами в великом городе Невии, во дне Арфаксада, который царствовал над Бендианами в Ботанах и построил Ботан стены и тесных камней шириной в 3 локтей, а длиной в 6 локтей и сделал высоту стены в 70 и шириной в 50 локтей. И поставил над воротами башни в 100 локтей, имеющие в основании до 60 локтей ширины, а ворота, построенные для выхода сильного войск его и для строя в пехоту его, поднимались высотой на 70 локтей, а в ширину имели 40 локтей. В те дни царь Новохудоносора предпринял войну против царя Арфаксада на великой равнине, которая в пределах Рогава. К нему собрали все живущие на горной стране, все живущие при Фрате, Тигре и Дасписе. Из равнины Риох, царь Элемейский, и сошлись очень многие народы в ополчении снов Хелиуда. Ну давайте разбираться. Если мы читаем, то мы видим здесь Новохудоносора, который царствовал над ассирянами. Но на самом деле это не так. Отец Новохудоносора завоевал Ассирию и полностью разрушил город Ниневию, которая была столицей Ассии. И при Новохудоносоре, конечно, еще было место, где когда-то была ассирийская держава. Когда-то там или тогда еще жили люди, которые были ассирийцами. Но город Ниневия находился в полных руинах. Более того, он был заброшен. Через несколько столетий по тем местам проходил Александр Македонский. И он попросил показать, где же это Ниневия. Ему не смогли найти. Правда, конечно, прошло 300 лет. Но ко времени Новохудоносора там были точно руины. Новохудоносор правил в Вавилонии и в Ниневии, конечно, не был. То есть здесь явно под именем Новохудоносора скрывается другой человек. Ассирияне это другой народ. А город Ниневия это тоже другой народ. Кто это? Ну и здесь мы можем предположить, что Новохудоносор это Антиох-Епифан. Антиох-4-й Епифан. Ассирияне это сирийцы. А великий город Ниневия это Дамаск. Это только предположение. Потому что есть другие реконструкции. Там достаточно интересные и объясняющие, что нет, это все было при Ниневитинах. И объясняется, почему Ассирийский царь носил в Вавилонской имена Новохудоносор. Но все-таки, скорее всего, это все-таки Антиох-Епифан. Но это мое мнение. Так, дальше идет упоминание об Арфаксаде, который царствует над Медяной в Экбатанах. Ну, давайте здесь разбираться. Вот Арфаксад, вообще, конечно, имя встречается. Но вот этот Арфаксад неизвестен. Медяне и Экбатаны. Медяне это племя. Экбатаны это город. Ну, приблизительно он находится на территории современного Ирана. Вот, и этот Арфаксад строит крепость. Крепость огромная. Если посмотреть и попытаться посчитать, то увидите, что там действительно огромные размеры. Значит, упомянуты только камни в три локтя и в шесть локтей. Три локтя ширина, шесть локтей длина. Значит, здесь давайте попробуем посчитать. Значит, локоть имел разную длину, тут нужно определять, от 20 сантиметров до 40. Ну, вот, сколько были камни, ну, понятно, что очень большие. Но куда интереснее не сами камни, а та крепость, которую он построил. И это действительно огромная крепость. Там даже если взять самое маленькое число, 20 сантиметров, то высота будет по 14 метров, там, или даже по 20 метров. И понятно, что это большая крепость. Какой город, какой царь, неизвестно. Антиох Епифан, конечно, воевал с разными народами, но вот конкретно с каким из этих народов, неизвестно. Значит, и понятно, что между Находоносором и Росфаксадом начинается война. Значит, царь Находоносор собирает войско. Здесь перечисляются народы, и эти народы, они как раз жили в Междуречии. И вот начинается эта война. Но перед этой войною, читаем дальше. И послал Находоносор царь Ассирийский ко всем живущим в Персии, ко всем живущим на Западе, к живущим в Килике, и Дамаске, и Ливане, и Анти-Ливане, и ко всем живущим на передней стороне Приморья, и между народами Кормила и Галлада, и Верхней Галилеи, и на Великой Равнею из Дрелон, и ко всем живущим в Самарии, и в городах, и за Иорданом, до Иерусалима, и Витании, и Хела, и Кадисы, и Киегипетской, Тафны, и Рамесы, и во всей земле Гесемской, до входа Верхний Танис и Мемфис, ко всем живущим в Египте, до входа в пределы Эфиопии. Империя Находоносора. Она находилась, конечно, в основном в Малой, прошу прощения, в Междуречии. Но здесь перечисляются народы, которые явно жили не в Междуречии. Давайте мы попробуем. Дома Киликея, Дамаск, Ливан и Антеливан. Киликея – это территория между Турцией и Сирией. Дамаск – это столица Сирии. Ливан и Антеливан – это территория Передней Азии. Ну, то есть, где находится сейчас Израиль, передней стороне Приморья и так далее, и так далее, перечисляются. Это все Израиль, территория современного Израиля. Далее до реки Египетской. Скорее всего, это Нил, либо Дельта Нила. Дальше перечисляются некоторые земли. Например, земля Гесем – это та земля, в которой находились евреи, когда были в египетском плену. Ну, и перечисляется, перечисляется. И дальше это Египет. То есть, царь почему-то призывает на войну те народы, которые находятся в определенной территории. Не обращаются ко всем народам. Но вот эта территория. И здесь немножко понятно, потому что, если мы говорим про сирийскую державу и антиох Епифана, то можно понять, почему так происходит. Потому что как раз-то там и находилась сама эта держава и Египет, который хоть и был другим государством, но был то союзником, то соперником. Но все, обитавшие во всей этой земле, презрели слово ассирийского царя Навуходоносора и не собрались к нему на войну. Потому что они не боялись его. Но он был для них, как один из них. Они отослали от себя его послов ни с чем в бесчестии. Ну, здесь очень странно, потому что Навуходоносор был великим царем. И просто так прогнать его и отослать его послу ни с чем, а нанести оскорбление послу. Это все равно, что нанести оскорбление тому, кто послал этого вестника. И считать его одним из... таким же, как они, это тоже очень странно. Ну, действительно, империя Навуходоносора была огромная. Если мы вспомним книгу пророка Даниила, то там Навуходоносора уснится сон и стукан с золотой головой. И пророк Даниил объясняет, что это золотая голова, это ты Навуходоносорца. Но если посмотреть на историю позднюю, то если это Антиох Епифан, то да, действительно, Антиох Епифан мог считаться как один из них. И, более того, были моменты, когда его, ну, не принимали, отвергали и, более того, ему указывали, как себя вести. Навуходоносор весь мир разнелся на всю эту землю и поклялся престолом и царственством отомстить всем пределам Киликии, Дамаска и Сирии. И мечом своим умертвить всех, живущих в земле Мава, сына Мамона и всей Иудеи, и всех, обитающих в Египте, до входа в пределы двух морей. Ну, здесь понятно, перечисляются те же самые места. Единственное, здесь сложность в пределах двух морей. Что за пределы двух морей? Вот, если вы откроете атлас, ну, или карту возьмете, как выглядит река Нил? То, ну, как мы обычно смотрим сверху вниз, хотя Нил течет снизу вверх, если смотреть по карте. Так вот, если мы будем так взглядом спускаться вниз по карте, ну, соответственно, как бы идти против течения, то мы увидим, что Нил распадается на два рукава. Точнее, эти два рукава сливаются в один Нил. Ну, я говорю просто про зрение, а не про географию конкретно. И вот эти два рукава называются белый и голубой Нил. Значит, они там начинаются в Африке глубоко. Значит, и вот эти два рукава. И вот эти два рукава в древности называли два моря. И что говорит Науходоносор, что он будет воевать до того места, где эти два дверя кисть сливаются в одно. Ну, это действительно пределы Эфиопии. Идемте дальше. И в 17-й год он ополчился своим войском против царя Арфаксады и одолел его в сражение. И обратил бег со всего войска Арфаксады. Всю конницу его и все колесницы его. И Владимиром Городовым дошел до Экботан. Занял укрепление. Зашел улицу города и красоту обратил в позор. Арфаксада схватил на горах Рогава. И пронзил он мечомся. В тот же день погубил его. Потом пошел назад со своим Венеевием. И там все. И все союзники. Весьма много множественных родных мужей. Там он отдыхал и прорвался с войсками своим 120 дней. Ну, здесь описывается победа Науходоносора. Победа над Арфаксадом. Вот эти горы Рогав. Это, скорее всего, Иранское Нагорье. Есть такое место. Вот. Затем возвращение. И пир, который описывается в течение 120 дней. Значит, ну, нужно понимать, что это не означает, что они вот так вот зашли, легли, а к тому времени уже лежали. И вот 120 дней они за стола не вставали. Нет, конечно. Скорее, это была такая череда перов, которые там собирались, пышно устраивались. И, ну, такое празднование победы в течение 120 дней. То есть, не надо думать, что они там все 120 дней не останавливаясь, пили и ели. Хорошо, мы с вами прочитали первую главу, в которой рассказывается о том, как царь Науходоносор воевал с Арфаксадом, и для этой войны он приглашал людей, которые жили в разных местах его империи, или точнее были в границах его империи, или даже за границами его империи. Но часть пришло, часть не пришло, и все это заканчивается победой Науходоносора, и он обещает отомстить тем, кто не явился на его зов. Вот тем самым и кончится первая глава. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами были на библейском портале Экзегет. До новых встреч. Продолжение следует...